Игровая площадка или опасная зона. Сегодня детские городки под пристальным вниманием общественности и ответственных компаний. Родители борются за исправность качелей и чистый песок в песочницах, обслуживающие организации, за сохранность имущества, чистоту и порядок. Почему некоторые площадки опасны для детей и кто должен следить за зоной детского отдыха, разбиралась Валентина Чебичек. А этот городок на улице Рыбников 6Б известен тем, что каждую весну и осень его топит, так как он располагается ниже уровня дороги. Мало того, сам городок представляет из себя довольно печальное зрелище. Повсюду не хватает деревянных дощечек, что очень травмоопасно, а также разбросаны камни и бетон с арматурой. Отремонтировать деревянные мостики, покрасить блеклый домик и привести в порядок песочницу просто некому. Эта дворовая площадка не имеет собственника. Когда-то её установила компания, которая поблизости строила дом. Затем она исчезла, а площадка осталась. Дети из ближних домов с удовольствием ходят сюда играть, но уже понимают – скоро это будет небезопасно. Я поменял вместо песка вот такой коврик. А то дети упали, а то не так больно было. А то пески может чоклы, палки, камни. Когда я с друзьями тут гулял, там доски не хватает, я всё время проваливался, потому что не хватает досок. Это очень неприятно. Оставить всё как есть, отремонтировать собственными силами или избавиться от неё насовсем – решить судьбу детской площадки способны только жители квартала. Если родители считают, что она травмоопасна и в ней нет необходимости, они могут написать коллективное письмо в администрацию города. На основании письменного обращения её демонтируют. По желанию, площадку можно передать в ведение управляющей компании. За содержание и эксплуатацию, естественно, придётся платить. Сегодня в ведении управляющих компаний находится немного детских площадок. В основном они располагаются в новых кварталах по улицам Ваучейского и Оленное. Зачастую исправность качелей и чистота на площадке вызывают много нареканий со стороны родителей. По мнению начальника отдела по благоустройству муниципального предприятия «Чистый город» Андрея Кузнецова, если бы жильцы домов платили за содержание детских площадок, претензий было бы меньше. «Хорошая практика, я могу сказать, в Архангельской области, в Вологодской области, в Коми-Республике. Вот, допустим, если какая-то детская площадка, и смотря, если она стоит на земельном участке многоквартирного дома, она как бы идёт в места общего пользования. То есть население платит за содержание этой площадки. И вопросов ни у кого там не возникает. У нас, если добавить содержание, добавить 50 копеек за квадрат, рубль, у нас сразу же начинается паник». К слову, содержание одной детской площадки в среднем обходится в 23 тысячи рублей в месяц. В эту сумму входят расходы на вывоз мусора, снега, ремонт и монтаж оборудования, освещение, зарплата рабочим. 45 площадок из всех 65, которые имеются в Наринмаре, обслуживает «Чистый город». Рейд нашей съёмочной группы показал – большинство игровых зон находятся в хорошем состоянии. Конструкции исправны, есть урны, информационные таблички, нет разбросанных стёкол и мусора. Одна из самых образцовых площадок по улице Строительная, 10. «На мой взгляд, всё хватает. Изменять, мне кажется, ничего не надо. Если что-нибудь починить только». «А что? Ну, там, вот здесь вот бортики некоторые выковырены, сломан асфальт в некоторых местах». К рекомендациям наблюдательного Павла хочется добавить только две вещи. Наполнить песочницу и сделать специальное покрытие на футбольном поле. Неоднократно оно становилось местом посещения делегации Общероссийского народного фронта. Эксперты настаивают на необходимости обеспечить футболистов нормальными условиями для спорта. Как оказалось, чистый город не против. Вся загвоздка в деньгах. «У нас были закуплены необходимые оборудования для спортивной площадки, ограждения, покрытие и так далее. Но ввиду финансовых затруднений мы сейчас покрытие не можем установить на этих площадках. Такая же ситуация у нас идёт и на Титова-5. То же самое. То есть ограждение мы сделали, ворота поставили, но покрытие, к сожалению, пока не можем. Сегодня на многие детские площадки чистого города получены сертификаты или паспорта объекта. Этот документ содержит заключение эксперта о качестве материалов, креплений и исправности конструкций, что подтверждает безопасность или небезопасность досуговой зоны. В ближайшее время такие паспорта будут сделаны для каждой из 45 площадок.